Горячий чай, восточные ковры и удивительная музыка. Этнические мотивы в минувшую субботу звучали в галерее «Шестой этаж». Именно эту площадку группа «Гомариус» выбрала, чтобы презентовать свой новый альбом «Были вдвоем». Музыканты рассказывают, над композициями работали в зимние каникулы. А вот продемонстрировать новинки зрителю удалось только сейчас. Готовили мы его, готовили песни к альбому. Они сами собой набрались к моменту записи. К тому моменту, когда мы начали записываться, он и скомпоновался. Девять композиций у нас там получилось, одна инструментальная. Композиции тоже у нас разбросанные по стилям, по инструментам, по людям. Солистов у «Гомариус» несколько. Поет сам лидер группы, солистка Мариэль Линдар, а также Дмитрий Фрязинов. У последнего отлично получается так называемое горловое пение, характерное для традиционной музыки народа в Сибири, Монголии и Тибета. Инструментов ребята используют невероятно много. Здесь поющие чаши, китайские колокольчики, иранский сантур, флейты разных народов. Оттого концерт получился мультикультурным. Композиции различных стилей, направлений, от джазовых каких-то вещей до просто этнических, чисто этических инструментов. Свои песни, вот свои песни писали. Кавер, несколько каверов. Сами, самоучки. То есть ищем в интернете какую-то информацию, учимся на этом саму играть. То есть интернет вещь обширная, найти можно все. На концертах Гамариус любой зритель всегда чувствует себя свободно. Можно сидеть хоть на стуле, хоть на полу, общаться, пить чай. И, конечно, представлять те удивительные уголки планеты, в которые погружает музыка. На презентации звучали композиции таинственной Индии, знойной Австралии и загадочного Китая. Уже 7 апреля группа отправится во Владимир, чтобы порадовать фанатов и презентовать там новый альбом. А 16 числа ребята будут играть в Фурманове. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иванова.